На какую работу нужно пойти, чтобы вот это делать, чтобы тебе за это деньги платили, а не просто оценки ставили? И вряд ли сейчас можно какую-то найти такую более-менее интересную содержательную работу, которая бы тебя не погружала бы просто с головой в вот этот наш ужасный IT-мир. Пожалуйста, давайте спарсим Циан. Как бы не включая мозг, придумал какую-то схему очень сложную, но она мне казалась разумной. Студент, он в принципе хочет максимизировать свои результаты и минимизировать усилия. И это я так преподаю. Всем привет. Это очередной выпуск подкаста «Уютный ПКНчик», где мы говорим о компьютерных науках. Мы на факультете компьютерных наук в Вышке довольно неплохо умеем учить специалистов, разработчиков, дата-сайентистов, аналитиков и так далее. Но сегодня, вот как раньше английский стал чем-то, что должны знать все, а не только профессионалы. Сегодня компьютерные науки становятся чем-то, в чем должны хоть немного разбираться все. И вот сегодня мы как раз поговорим об этом. У нас в гостях Илья Самоненко, заместитель декана нашего факультета по учебно-методической работе, и Максим Карпов, наш уже почти завершивший аспирантуру преподаватель, сотрудник лаборатории методов анализа больших данных. Здравствуйте. Привет. Привет. Давайте сначала обсудим вот что. Вот как вы думаете, почему вас позвали разговаривать про то, как всех учить каким-то цифровым навыкам? Илья, почему тебя позвали, как думаешь? Ну, наверное, потому что самому мне приходилось на самом деле неоднократно преподавать, в том числе разные рода вещи, связанные с компьютерными науками, людям, которые вообще говорят, что компьютерных наук достаточно далеки. То есть в своей практике я преподавал и гуманитарным студентам, и школьникам, которые, может быть, в будущем становились компьютерщиками, но пока еще не определились. А гуманитарным студентам каким вообще? Как тебе занесло туда? Ну, это было еще в те времена, когда я работал в МГУ, там факультет был высшая школа современных социальных наук. Вот, и там я вел и высшую математику, ну и так называлась информатика. Вот, так что тут действительно опыт интересный, и, безусловно, было важно смотивировать и как-то объяснить студентам вообще, о чем мы тут делаем вообще, зачем мы собрались. Макс, а ты как к этому относишься? Да, у меня тоже похожая история, как у Ильи. Я начинал преподавать у студентов не технических специальностей, и на самом деле у меня интересная такая глава в жизни. Я по первому образованию закончил международные отношения, и затем перешел на темную сторону, на Data Science. И, соответственно, я чувствую всю боль и проблемы, которые испытывают студенты гуманитарных специальностей, будь то экономисты, журналисты. То есть я с ними нахожу общий язык достаточно эффективно, и мы преодолеваем различные проблемы. Это очень интересно, давай в двух словах все-таки. А почему ты решил из международки перейти в IT? Ага, в какой-то момент я познакомился с ребятами с физтеха, я тогда еще не знал, что есть такой вуз, и они мне рассказали про машинное обучение. Они тогда обучались в школе анализа данных, и это только набирало обороты в начале десятых годов. И меня прям очень это заинтересовало, и я решил тоже, хочу заниматься машинным обучением. Но как же международка, ты же готовился, ты там кучу лет потратил на это. Да, ну мне всегда нравилась математика на самом деле в школе. То есть я как выбирал, когда поступал в МГУ, что я хочу заниматься что-то на стыке экономики, истории иностранных языков, а это как раз были международные отношения. Но вот потом в ходе обучения мне показалось, что сторона IT более близка мне, чем нежели именно международные отношения. Понял. Окей, ну давайте приступим тогда. Вот в вышке уже 5 получается лет есть проект Data Culture, в котором мы все немножко с вами были замешаны. Это проект про то, чтобы всех студентов бакалавриата учить, ну что мы назовем, цифровым навыком. Программирование, цифровая грамотность, анализ данных. Вообще всех, абсолютно. Вот вопрос спорный. Если вы скажете там школьнику, который собирается идти учиться на философа, что ты будешь изучать питон, ну наверное он может немножко не понять, что мы собираемся делать. Вот у вас есть какие-то примеры из вашего опыта, где человеку, не айтишнику, не технарю пригождались вы эти самые цифровые навыки? Слушай, ну таких примеров на самом деле много. Тут же, понимаешь, вопрос в чем, о каких навыках мы говорим. То есть есть какие-то там базовые навыки типа гуглить. Это тоже некоторый навык. И он, что называется, пока нам от рождения не дан, но нужно сделать что-то, чтобы этому научиться. Конечно уже, положа руку на сердце, все, скажем так, сильные, продвинутые школьники, в общем-то, это умеют. Вряд ли в современной школе можно выжить. Но другое дело, что глубины интернета безграничны, и научиться ими пользоваться эффективно, это просто необходимые условия выживания, хорошая учеба, неважно, в вышке или в любом другом вузе. Ну и вряд ли сейчас можно какую-то найти такую более-менее интересную содержательную работу, которая бы тебя не погружала бы просто с головой в наш ужасный айтимир. И дальше просто вопрос действительно твоего, есть там дисциплины безопасной жизни и деятельности, вот твоей безопасности и выживания. Другое дело, что, конечно, там прилетают какие-то новые задачи, которые действительно связаны с тем, что возникают какие-то, окей, мы говорим там большие данные, но тут спорно, что такое там большое или небольшое. Вот, ну просто какая-то информация. Вот нужно ее структурировать, нужно ее собрать и так далее, и так далее. Можно пытаться это делать, там, условно, не знаю, там в Варде, там перетаскивая сверху вниз какие-то абзацы текста или какие-то циферки. Можно, если ты уже более продвинутый, сделать там Excel-ную табличку, наверное, тоже это почти все умеют, но как-нибудь там хитро там отфильтровать, если их поставить какую-нибудь новую табличку, это тоже что-то нетривиальное. Вот, ну а если ты действительно можешь написать какой-то скрипт, там, опять же, неважно, пусть на Петоне, на каком-то другом языке программирования, который это позволяет сделать, и уже из этого вытащить что-то содержательное, тут тебя просто, значит, ставят на, ну, возвышаешься, может быть, над своими коллегами, которые это в меньшей степени умеют. Вот, так что я бы сказал, вот, ну, не утонуть в том потоке информации, который прилетает, а прилетает в сети в любой области. Ну вот из твоей работы, например, вот знаю, ты там в Юпитер-ноутбуке постоянно сидишь, вот что ты делаешь, чисто, чтобы себе жизнь облегчить. Да, да, ну, то есть у меня большой объем работы именно как замдекана, и вот, ну, например, все, что связано с разного рода, там, анализом оценок, вот, при том, это тут, и так, конечно, что же можно потом много об этом всяких штук рассказать, то есть, когда мы просто, мы хотим какие-то сделать среды, чтобы понять, там, кто как учится, какие-то студенты посильнее, какие-то слабее, это одна история, ну, какие-то там простые таблички, условно говоря, но бывает, допустим, необходимо посмотреть некоторую, там, не знаю, некоторые взаимосвязи, вот, допустим, студенты, то есть, найти, допустим, тех студентов, которые, там, круто учатся по одной дисциплине, неплохо по другой, вот, если таких студентов много, и вот такая связь, если это вопрос, собственно, к студенту, что он, там, что-то, они все-таки раздолбали, или, может быть, это проблема с самой дисциплиной, что-то, что-то в ней не то, там, что-то надо починить, может там с подавателем поговорить, что так вот у тебя происходит, вот, ну, возникали всякие, значит, там, прикольные ситуации, когда я так вот анализировал дисциплины, то есть, допустим, ну, все это там было построить, чтобы это все сделать, там некоторые написали такой, ну, в общем-то, нетривиальный код, даже там небольшую модельку машинного обучения, значит, построить, обучить, вот, кстати, получалась такая карта, такой, как звездное небо дисциплины, было очень интересно смотреть на те дисциплины, которые рядом, там, оказалось, что какие-то дисциплины, которые совершенно разные тематики, вот, из оценок оказывались очень-очень близкие, почему, что в них такого одинаково, там, почти шли, там, вот такие слипшиеся, и вот было интересно с этим разбираться, так что, вот, допустим, вот для этого, ну, много приходится написать такого кода, хотя, казалось бы, чисто административная работа. Да, хотел бы добавить, вот, возвращаясь к теме, когда наши предметы, курсы, которые мы преподаем, пригождались нашим студентам, есть у меня два ярких примера, например, на образовательной программе медиакоммуникации после курса анализа данных на Python мы обычно даем студентам фидбэк-формул, в которой они рассказывают, раз, то, какие впечатления у них от нашего курса и используют ли они навыки, которые приобрели. И вот достаточно бытовой пример, что вот студентка, она поделилась тем, что она смогла построить таблицу в Pandas и проанализировать, Pandas — это библиотека для анализа табличных данных, проанализировать расходы и доходы семейного бюджета, скажем так, и помогла маме скоординировать дальнейшие действия в этом плане, то есть это было прям очень так мило рассказано. Второй пример, например, на курсах по Python мы иногда даем студентам бонусные задания по написанию Telegram бота, и вот в частности студент, он очень хочет заниматься предпринимательством, он создал бот, который заказывает в магазине, точнее в кафе, где можно по выбранным фотографиям, по цене определить заказ и, например, заказать доставку на дом, какие продукты хочется доставить, то есть вот Telegram бот, который тоже можно использовать. У меня есть один знакомый, который написал бота, чтобы в одном магазине следить, когда появляются товары со скидкой, и сразу же их заказывать, вот это тоже. Вообще вот тоже про автоматизацию, про Python заговорили, значит, у нас на вот программе прикладная математика и информатика старшекурсники выбирают курсы по выбору, вот, и как бы есть научный подход к тому, как их распределять по этим курсам, потому что какой-то спрос большой, вот, ну, есть у студентов там средний балл, рейтинг, можно по нему. И есть, как бы, правильный подход, как это делать, там, отранжировать по рейтингу и так далее, там, записывать по приоритетам. Есть, тем более, академические руководители. Да, оно, я тогда, как бы, забыл подумать, и поэтому, как бы, не включая мозг, придумал какую-то схему очень сложную, но, типа, она мне казалась разумной. Вот, я убил пару дней, чтобы напрограммировать алгоритм, который, значит, будет распределять, все там написал, надеюсь, без багов, как бы, ну, все были довольны. И мне так понравилось, что я студентом теперь на курсе по машинному обучению даю домашку, где нужно эффективно запрограммировать этот алгоритм, вот, в Пандасе, там, без, типа, циклов, без этого всего, значит, сделать и ненавидеть эту домашку, там, очень сложно это, но вот тоже пример автоматизации, да. Окей, ну, вот, вы пока приводили примеры такие довольно бытовые, то есть, там, типа, что-нибудь, табличку построить, обсчитать, а вот сейчас же появляется много профессий, которые, вот, что-то там тех, типа, там, финтех, легалтех, да, вот, вышки открываются программы про это. Вот, у вас есть какие-нибудь истории на этот счет, как вы учили студентов, которые, вот, на стыке работают компьютерных наук и предметной области? Ну, давайте я начну. Собственно, я в основном преподаю на программах, которые как раз не связаны с компьютер-сайенс. Я вот вчера вспоминал, и за три года, которые я преподаю, я на восьми образовательных программах в целом различных вел. Ух, жуть. Да, экономика, журналистика, медиакоммуникации. И вот, в частности, на медиакоммуникациях у нас был проектный семинар, где студенты как раз анализировали данные в своей предметной области, то есть, связанные со СМИ, проводили аналитику новостей, то есть, у них были различные темы, связанные с экономикой, культурой, политикой и так далее. И вот они, применив методы, которые мы им рассказали для анализа текстов, они смогли применить и построить различные визуализации, облако слов, посчитать статистики. То есть, это реально такое междисциплинарное получилось исследование у них. Ну, а как вот, на какую работу нужно пойти, чтобы вот это делать, чтобы эти деньги платили, а не просто оценки ставили? Ну, вот, в частности, например, в ТАСС, информагентстве, есть даже отдельные отделы, которые занимаются дата-аналитикой в СМИ. То есть, нужны специалисты, которые умеют визуализировать, представлять данные. Есть отдельная история, связанная со стори-теллингом, основанным на данных. И даже сейчас уже появляются такие дисциплины, которые позволяют студентам, обучившись этим навыкам, успешно трудоустраиваться. И это их будет выгодно выделять по сравнению с другими студентами, которые не изучали такие дисциплины. Хотелось добавить по поводу действительно трудоустройства. Ведь, вообще-то, конечно, говоря по правде, ну, если там какая-то более-менее, там, какая-то крупная фирма или какое-то большое предприятие, в общем-то, там работают команды. И, как правило, в командах есть специалисты разного там профиля, да, есть там программисты, есть дата-сайентисты. И вот что еще, вот почему еще важно действительно там и гуманитариум, и вот там, ну, в разных направлениях действительно как-то погружаться вот в наши эти компьютерные миры. Просто для того, чтобы потом как-то разговаривать на одном языке вот с другими членами команды. Потому что вот тут на самом деле могут быть действительно проблемы. То есть, может быть, действительно там человек, который хорошо, допустим, понимает, там, не знаю, что-то в журналистике, да, там, как бы хороший журналист, там, профессиональный писатель, и есть такой вот, значит, несколько такой, значит, там, суровый, ну, я так, калише немножко делаю, да, такой вот бородатый программист. И вот им, значит, их поставили в команду, ну, давайте делать что-нибудь крутое. Вот, и они там полугода только будут хоть как-то находить общий язык. Вот, и в этом смысле здесь важно, чтобы и, как бы, у, там, журналиста было понимание вообще, о чем, в принципе, там, вот что, в принципе, можно сделать. Да, пусть он там не сам это будет делать руками, но понимает, что хотя бы вот, как бы, такой бэграунд, потому что, в принципе, можно такую задачу сформулировать, она, в принципе, решаема, и тогда, как бы, ну, там, этот товарищ будет решать. Равно как и, значит, вот те, кто, там, такие чистые технари, программисты, конечно, важно, чтобы был такой вот у них, ну, некоторый, как бы, широкий бэграунд, чтобы вообще не понимали, что могут быть, ну, вот, какие-то неформальные поставленные дальше, какие-то ситуации, которые, вот, не то, что там дано и решить, а, вот, вообще говоря, вот ситуация. И вот есть эксперт, который как-то тебе ее опишет, а ты дальше как-то подхвати, переживай то, что-то важное. Мне кажется, это, вот, ну, коммуникативная вещь очень есть важная, как раз, ну, наш data-couch тоже как раз формирует. Ну, вот, да, говорить на одном языке согласен, но, кстати, еще, мне кажется, очень важный момент – это, ну, уметь какие-то вещи сделать самому, а не беспокоить профессионалов. То есть, грубо говоря, ты работаешь в компании, там какие-то базы данных, да, написать на SQL-е запрос какой-нибудь, там, графики нарисовать, воспользоваться вот то, что мы с Максом обсуждаем, что надо это включать в курсы, там, какой-нибудь бизнес-аналитикой, системой визуализации, потому что, ну, реально, типа, ты сам сядешь, никого не будешь мучить, сделаешь, а есть там разработчик, который учился, не знаю, 6 лет этому, и ты придешь, типа, ну, там, выбери мне все там строчки, где там зарплата больше. Ну, ты же программист. Да, 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 там, будешь ему там на мозги капать, отвлекать, да, ну, быстрее сам сделаешь. То есть, реально, вот, как на английском, проще самому там письмо написать, чем идти к переводчику, так и здесь. Ну, вот, тем не менее, вот, кстати, вот интересную тему ты поднял. Сейчас, вот, когда я общаюсь с разными, там, образовательными программами, нередко они говорят, что, окей, ладно, убедили, в целом это нужно. Но вот мы считаем, что нужно воспитывать из наших студентов, там, например, экономистов, менеджеров, профессиональных постановщиков задач. То есть, вот, зачем вам программировать? Вы их научите, как ставить задачу, да, а дальше уже программисты программируют. Вот, как вы считаете, это вообще реально, научить понимать эту область без того, чтобы погрузить? Нет, нет, нет. То есть, поставить задачу можно только, если ты хоть какие-то задачки уже сам порешал. Ну, потому что даже не очень понятно, как это сделать. Это, значит, будет совершенно какой-то вот такой, ну, ну, не знаю, просто какой-то треп, условно говоря. Если вот, как это мучить, какой смысл, нет. Конечно, надо, чтобы были какие-то там базовые навыки. То, когда ты понимаешь, в принципе, как это работает, да, то есть, что вот есть какие-то ключевые там структуры программного кода, да, какие-то там циклы, то и все. То есть, это одна история. Да, что есть какие-то библиотеки, например, где вот это и это, да. Что есть, что в принципе, да, вот там, не знаю, какая-то есть там модель, ее, в принципе, там можно обучить, не знаю, там, двумя строчками, и оно как-то будет работать, но если потребуется более серьезная, допустим, обучение модели, нужно обращаться к кому-то, кто это лучше понимает. Но какие-то простые модели, конечно, нужно уметь делать. Благо, на самом деле, что тут же потом-то делать очень легко. Ну, то есть, реально, можно сказать, более-менее три срочки, может быть, не понимая глубины, что в них происходит, но это, в принципе, работает. Если бы ты срочек сам написал, ты иди, ну да, оно реально заработало. Это, конечно, важно, чтобы это прошло через руки. Ну, вот мне кажется, у меня немножко другая точка зрения, что вот верхнее уровне мы можем научить руководителей, менеджеров вставить задачи. Командир дата-сайентистов и аналитиков, и у нас целые курсы есть, которые мы преподаем на дополнительном образовании в Кэн, дата-сайенс для руководителей, готовим продакт-менеджеров для продакт-аналитики. Да, я согласен, что вот низкоуровнево, когда нужно конкретную модель, посмотреть, как настроить параметры, скорее всего, у таких сотрудников будет сложность с этим. Но вот верхнее уровне, когда они понимают, что есть, например, класс задач, который нужно либо для классификации, либо для регрессии решать, они знают какую-то бизнес-метрику, которым нужно оптимизировать, улучшить. Поэтому, мне кажется, что в этом плане можно было бы научить. Знаете, если они какой-нибудь вход пишут, или просто рассказывают, что вот есть там метрики? Женя как раз, по-моему, преподает над нам таких курсов. Может, ты поделишься? Да, слушай, на самом деле, вот там два этапа есть. То есть, когда мы ведем такие интенсивы для руководителей из корпораций, значит, сначала мы им рассказываем, ну так, в лекционном формате, что вот смотрите, вот есть там машинное обучение, вот есть такие задачи, вот так оно работает. Они слушают, говорят, о, круто, так вот зачем все там нанимают дата-сайентистов, вот, оказывается, можно это автоматизировать, это оптимизировать. Но как бы это все еще у них, как бы, такой черный ящик в голове. Они думают, о, ну это какие-то там боги, условно, да, которые сидят, они там знают там математику, там что-то еще, вот. А потом с ними начинается практика, и мы там говорим, ну давайте на питон посмотрим, вот что-нибудь тут напишем там простенький скриптик, там, не знаю, генерировать письма какие-нибудь. А давайте теперь вот данные, давайте мы там загрузим их в пандас, модельку обучим. Это реально вот за там четыре занятия можно, ну, понятно, что они после этого сами такое не сделают, но хотя бы они потрогают руками за это время. И после этого у них начинается вопрос, типа, так, слушайте, оказывается, это делается несложно. Так, а что это они там пару месяцев у меня вот такую модель обучали? Так, а что это? Зачем мне 10 человек, которые это делают? Вопросы появляются. Правильный вопрос, на самом деле. Зачастую такие команды слишком крупные. Поэтому, да, действительно, вот когда руками потрогаешь, просто, ну, это совершенно другой взгляд. Ну, конечно, безусловно, есть какие-то люди с суперразвитым абстрактным мышлением, которые, да, вот послушали лекцию, как-то в голове все выстроили, и все. И они прекрасно понимают. Но большинству нужно, вот, да, потрогать, получить опыт. Тут я согласен. Нет, ну, благо, что я на это там нужно, там, ну, там, 10-20 строчек, и реально будет работающий код. Да, да, да. Это, как бы, главный плюс, там, современных языков программирования, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Они понимают предметную область. Ну, вот с тобой нам повезло, что ты там международки понимаешь что-то, да? Но в основном, там, они не журналисты, там, не юристы, не лингвисты и так далее. А вот, как думаете, почему так? Это там вот мы что-то неправильно делаем, что не получается привлечь предметников в большинстве случаев? Или это, правда, так должно быть, что, вот, как бы, дата-сайентист ведет, там, людям из других областей, не понимая, что у них там за задачи? Есть у вас мнение? Ну, мне кажется, это естественный процесс. То есть, когда мы приглашаем преподавателей, то мы в основном смотрим на выпускников. Когда у нас стартовал только проект, нам было сложно найти преподавателей, мы в основном с нашего факультета приглашали. Сейчас же уже выросло поколение студентов, выпускников наших курсов. И многие студенты проявляют желание тоже поучаствовать в нашем проекте Data Culture и попреподавать эти курсы. И как раз вот здесь у нас появляется отличная возможность соединить их знания в предметные, которые они получили, обучавшись на своей образовательной программе и изучив Python, анализ данных в рамках наших курсов. Второе — это то, что мы начинаем привлекать экспертов с различных образовательных программ. То есть, в частности, например, преподаватели, которые изначально занимались дата-аналитикой, визуализацией данных, в той же журналистике, мы их опрашиваем. Или, например, психологов, которые приглашают нас, чтобы мы им подсказали, как именно внедрить курсы по анализу данных. То есть, вот когда происходит такая коммуникация между разными командами, тогда получаются отличные возможности. Но вот у тебя есть какие-то курсы, где ведешь ты, и есть люди, которые с непрофильным образованием по компьютерному науку? Да, вот, например, сейчас в весеннем семестре я буду продолжать вести курс анализ данных, с которого я изначально стартовал в 2019 году. И ко мне придут преподаватели, которые закончили этот курс на мировой экономике. То есть, они уже знают в целом свою предметную область, и как раз с ними мы сможем обсудить, как мы можем внедрить больше проектной деятельности, которая понравится студенту. Ну, они прям семинары будут вести? Да, да, семинары. Прикольно, прикольно. Окей. А можете поделиться вообще какими-то фишками? Вот вы оба вели у непрофильных студентов, да? Ну, наверное, это не должны быть курсы, где мелом на доске что-то теорему выводишь, да? Вот как заинтересовать этих студентов? Слушай, знаешь, я вот... Твой предыдущий вопрос, потому что отвечу на другой стороны, хотя на самом деле он сейчас связан с твоим вторым вопросом. Вот, действительно, то есть это некоторое такое мое убеждение, я готов его, значит, отстаивать, и вот как-то, значит, там, разъяснять и так далее. Вот, в принципе, если мы, там, говорим, что, там, преподаватель, ну, условно, там, программированный или математика, да, ведет для, допустим, гуманитарных направлений, или наоборот, допустим, какой-то гуманитарий, допустим, там, философию, там, или, там, не знаю, историю, ведет для, там, математиков, программистов, все-таки этот человек, как мне кажется, он будет успешен, если он действительно в какой-то хотя бы мере будет интересоваться вот той областью, как бы, который изучают студенты, то есть вот все-таки какой-то он должен проявить, по крайней мере, внутренний интерес, что-то может быть, хотя бы, там, СУММ, там, представителя свои области, он вот в этой что-то, ну, не то, что понимать, но, по крайней мере, должен быть это интерес, нужно будет поворотить время на, там, изучение вообще, о чем это, да, то есть вот, все-таки, там, больше, чем, ну, там, , школьный курс, который у него был по этой тематике, немножко, как бы, погрузиться вот в тот, как бы, в тот мир, в котором живут его студенты, и тогда, на самом деле, мне кажется, более-менее чтобы, да, адаптируются, адаптируются под их язык и, соответственно, вот под, ну, какую-то там, что там, модель их мышления, и тогда его и примеры будут лучше заходить, и как-то они там проще найдут общий язык и все остальное, вот. Ну, а если говорить там про какие-то мой опыт, ну, действительно, да, вот я ввел у социологов, ну, там, 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 больше курса, на самом деле, был там связан с математикой, то есть, там, в линейной алгебре, матанализ, вот, ну, тут, скорее, на самом деле, как бы, есть некоторый, там, выигрыш в том, чтобы какие-то приводить просто, скорее, такие яркие примеры, ну, то есть, показать, что, допустим, там, та же математика или, там, компьютерная наука, ну, такая, ну, не вещь в себе, да, вот, и, ну, из последних примеров, то есть, какой фразой можно, допустим, там, вот так вот привлечь сразу внимание всех, вот у нас сейчас, даже я дырку ходить не буду, это буквально, вот, там, было на, там, прошлой неделе, там, что сейчас ведущий, как раз, факультатив по программированию для, там, экономистов, вот, значит, ну, у них есть задание, там, тоже, как раз, питание, какие-то там матрицы запрограммировать, там, классы, все остальное, как мне, как бы, подтянуть их к этой теме, что-то говорить про питативное программирование, говорю, так, ну, слушайте, кто любит матрицы? Ну, никто не любит матрицы, все любят котиков, давайте изучать питативное программирование на матрицах, которые вам нужно сделать в домашних, а на котиках, вот, Ну, то есть, конечно, с экономикой, может, это не связано, но это сразу фокусирует внимание, это поднимает настроение и все такое. Но иногда приходит действительно находить какие-то связи, они, может быть, даже немножко такие получаются искусственные, но, тем не менее, в принципе, работающие. Допустим, не знаю, когда я рассказывал про систему линейных уравнений, самая простая тема, что начинается линейная алгебра, но удалось это связать с некоторой такой переформулировкой, с некоторой задачей обобщения социалистических опросов. Как можно экспертное мнение в социопросе расширить, сведя к некоторой системе линейных уравнений. Допустим, такое немножко искусственное, немножко игрушечное сведение, ну, блин, ну, сводится, смотрите, у вас была такая задача, вот раз тебе, почему к системе линейных уравнений, давайте их порешаем. Вот, то есть такие, как бы, крученные примеры тоже неплохо проходят, но как раз благодаря тому, что что-то надо чувствовать в той области, в которой живут студенты. Вот я бы сказал, что наши курсы, они реально очень прикладные, то есть мы на самом деле как раз обычно стартуем с каких-то задач, которые студентов могут заинтересовать. Вот, например, у экономистов, для того, чтобы им рассказать тему парсинга и затем поанализировать данные, мы дали им прям насущную проблему, задачу, например, поиска квартиры для аренды. То есть они хотят с ним снять квартиру в Москве, и вот, пожалуйста, давайте спарсим цен, посмотрим, какие есть характеристики квартиры, которые их интересуют, им нужен определенный район, отдаленность от метро, цена аренды и так далее. И студентам, во-первых, это интересно, потому что, возможно, они хотят в ближайшее время осуществить эту задачу, а во-вторых, мы как раз показываем на этом примере, как парсятся данные, как мы их можем анализировать. То есть, и в принципе, я бы еще отметил такой момент, подсветил бы, что для студентов нетехнических специальностей очень важно давать сразу побольше примеров, чтобы мотивировать их, для чего это нужно. Потому что, вот, например, студенты ФКН, у них очень хорошо развито абстрактное мышление, им можно сразу сказать теорему, доказательство, и они все сразу поймут. Не надо много подробностей. Для гуманитариев немножко работает по-другому. Чуть больше примеров, как машины обучения. Обучаются на прецедентах, и затем студенты уже понимают концепт. Слушай, а вот по твоему опыту, ты же вот много ведешь у студентов таких нетехнических, вот нет ли такого, что условный международник, который вот сейчас на первом курсе, он пока сам не понимает, что такое международное отношение, поэтому довольно странно приводить ему примеры из его предметной области. Ну вот тут я не очень хорошо подскажу, потому что наши курсы на втором-третьем... А, там они уже понимают, да? Да, там цифровая грамотность на первом курсе. Поясню еще для слушателей, что у нас есть три направления. Вот это culture, это цифровая грамотность, программирование на Python и анализ данных. И вот анализ данных, он идет как раз последним, после двух блоков данных курсов. И как раз, да, вот студенты уже приходят более-менее осознанные и понимают, что им бы хотелось применить в какой задаче анализ данных. Угу, угу. Слушайте, вот вы сейчас рассказывали про то, что вот там приводить примеры, давать такие, ну типа проекты, да, какие-то из их области, это все понятно, и вот что-то у меня в голове всплыло. Вот есть же в последнее время такая идея, что, может быть, оценки не нужны, да, то есть студентам зачет-незачет ставить и все, да, чего мучить. Вот, опять же, ну, наверное, для наших студентов, для профильных, да, когда мы это мучим, оценки в том числе важны, чтобы как-то их отранжировать, чтобы потом там как-то понимать, как работать по-разному. Ну, а все-таки вот, допустим, мучим мы там гуманитариев программированию. Вот, может, там не нужно оценивать их, вот как вы считаете? У вас не было таких экспериментов? Ну, таких экспериментов не было. Наоборот, мне кажется, оценка должна быть, как сказать, то есть студент, даже не важно, там, гуманитарий любой, даже не важно, там, программирование любой другой, должен очень хорошо чувствовать свой, как бы, ну, то есть вот что, как, что его усилия на самом деле как-то учитываются, вот. То есть, конечно, можно сделать так, ну, немножко странно, да, что вот там учитываются его, там, не знаю, там, выступление на семинаре, домашки, контрольные, все-все-все, то есть какой-то там балл накапливается, потом вдруг некоторый есть барьер, типа, ты его перешел, ну, вот поэтому зачет. Но это немножко, мне кажется, странно, потому что если ты все равно вот, ну, как бы, уже оценил много-много всего, почему потом это сводить в такой вот, ну, как бы, бинарной ситуации? То есть, все-таки студенты, ну, так сказать, очень чутко относятся к тому, как их оценивают, вот, тем более, что в ситуации зачет-незачет, ну, она такая, как сказать, что значит незачет, это начать, что, как бы, двойка, что ли, то есть неуд. Вообще ничего не сделал. Ну, ничего не сделал, да, но все остальные делали, и, получается, мы, словно, не отличаем, там, 3 с минусом от 5 с плюсом, ну, это тоже, как бы, плохо, в первую очередь, и для тех, и для других плохо, да, 5 с плюсом, потому что они так старались, и в итоге, значит, никак их старания не оценены, а 3 с минусами, что, типа, ну, и так сойдет, вот, я там преодолел минимальную грань, значит, я уже крут. Нет, товарищ, не крут. Вот мы в Вышке не только учим наших студентов всему этому делу, но мы активно с другими университетами работаем, вот, Илья, ты активно в этом участвуешь, можешь вот немножко рассказать? О, в этом могу много, но не буду душнить, называется, по этому поводу. На самом деле, действительно, есть некоторая серьезная проблема, и я бы даже сказал, что это, там, не проблема, ну, там, не какая-то, там, проблема Вышки, или, там, не всероссийская проблема, я бы сказал, что это реально некоторая, ну, мировая проблема. И вот в чем штука? Что если мы говорим, допустим, про, там, научный мир, то, в принципе, понятно, как, там, накапливаются и обмениваются знания. Ну, то есть, мы пишем статьи, мы читаем статьи, мы ездим на конференции с другом, то есть, ученые по всему миру, или, там, ученые внутри России, ну, понимают вообще, что происходит у других, мы как-то понимаем, как перенять чужой опыт, да, и это хорошо, что мы его, как бы, перенимаем и дальше совершенствуемся сами. А вот если говорить именно про, как бы, преподавание, именно про высшее образование, потому что со школьным там все немножко по-другому, там, действительно, это, ну, в какой-то степени отлажено намного лучше, но вообще, по сути дела, нету коммуникации между преподавателями в разных вузах. Да, вот все живут там, условно, там, ограничиваясь, там, не знаю, одним департаментом, одной кафедрой, то есть, ну, вот такие вот, как бы, ячейки. И каким-то образом отменяться именно опытом, на самом деле, вот, непонятно, как это делать. Я вот, там, пару лет назад мы проводили конференцию, я сделал вопрос преподавателю, то есть, это была конференция для преподавателей. Я вот прямо, вот, ну, она была в онлайне, я прямо в онлайне сделал вопрос, я задал два вопроса. Первый спросил, а приходилось ли вам, дорогие коллеги, значит, шариться по сайтам других преподавателей, чтобы хоть что-нибудь найти для себя? И, ну, там, процентов 80-90 сказали, что да, приходилось. Это был первый вопрос. Второй вопрос был такой. А вот готовы ли вы какими-то своими наработками, которые у вас есть, в принципе, поделиться? Ну, так вот, их выложить, что-то, значит, писать. Ну, и тоже, там, процентов 78 сказали, что да, готовы. То есть, как бы, есть запрос с двух сторон, что называется. То есть, хотим что-то получить и готовы что-то дать. Вот. И, на самом деле, проблема, вот, если так глобально, заключается в том, что вот надо как-то, ну, вот эту коммуникацию наладить. Вот. И там разная наша активность, на самом деле, вот, связана с тем, чтобы эта коммуникация состоялась. Ну, и там по-разному дело. То есть, мы участвуем, у нас там конференция запланирована, которая будет в ноябре. Проводим курсы повышения квалификации, которые именно связаны с тем, что не то, что мы там чему-то хотим новому научить преподавателю. Это невозможно. Это собрать группу преподавателей, там, где есть человек из разных вузов, они все разных возрастов, разного бэкграунта. Ну, нет тем, которые были бы одинаково полезны и интересны всем. Поэтому мы предлагаем им много-много-много разных материалов, как бы, не указывая, что, там, это бери, это не бери. Вот, как бы, предлагается все. И, ну, возьми то, что тебе кажется интересным и полезным для твоих личных занятий, которые ты проводишь. Мы же готовим материалы, мы же приглашаем наших преподавателей, которые рассказывают, как они у себя это ведут. Соответственно, вот, как бы, в таком жанре мы и работаем. И оказалось, реально очень-очень востребовано. То есть, вот, там, за последний, вот, значит, год у нас сейчас суммарно пройдет, ну, почти 700 преподавателей суммарно, вот, за год. Это, на самом деле, показывает очень большой интерес к этой истории. А это в основном из регионов, из Москвы, вы эти преподаватели? Ну, в основном из регионов, да, это разные возрасты. Сейчас, собственно, вот эти минуты уже, вот, на этой неделе идет очередной вот этот курс, там, 300 преподавателей. И тут мы, на самом деле, хочу сказать, что большое спасибо Альянсу в сфере искусственного интеллекта, такая, ну, Альянс крупных корпораций, которые финансируют эту работу, и благодаря этой, на самом деле, благодаря их поддержке в многом все состоялось. Они сами, как бы, определяют те, вот, вузы, из которых эти преподаватели приходят, вот, но вот сейчас там порядка 50 вузов, и вот порядка 300 преподавателей, вот, сейчас у нас обучаются вот на этом новом модуле. Вот такой формат. Макса, тебе не доводилось везти для этих преподавателей что-то? Ну, вот как раз Илья меня пригласил, и на следующей неделе я буду везти. На следующей неделе Макс тоже будет подключен к работе. Ну, про Евгения мы даже молчим, потому что он в этих всех вещах участвовал тут. Да, да. Суперстара. Асала, Макс, у тебя вот был опыт какой-то вот преподавания именно другим преподавателям, вот, обучения? Преподавателям нет, то есть это будет мой первый опыт, но для взрослых слушателей был. То есть я еще преподаю также в нашем центре непрерывного образования, ФКН, курсы по Python и по машинному обучению. И, да, аудитория тоже требует особого подхода, то есть нужно очень бережно и поддерживающе относиться к слушателям, так как у них уже ограничения по времени есть, в отличие от наших студентов, у кого-то семьи, у кого-то все фулл-тайм работают. И плюс, если слушатель первый раз сталкивается с программированием, то для него, конечно, это тоже вызов большой, и также требуется очень аккуратно все вводить. А при этом вот бэкграунд, с которым вот там приходят люди, они скорее там айтишники или скорее там что угодно, да? Может, все что угодно. То есть я вот слышал от менеджера нашего центра, что даже приходят борисы, актеры, чтобы переучиться на Python, на аналитику данных. Прямо такие бэрикейсы очень интересные. Ага. Ну, успешно? Или там они пока учатся еще? Вроде да, успешно. То есть они закончили и трудоустроились. Блин, прикольно. Вот просто что-то тоже не могу не спросить. Вот ты упомянул Python. Вот действительно, мы везде учим Python. Да, преподаватели других вузов рассказываем, как Python преподавать. У нас на Data Culture мы всех-всех-всех там бакалавров учим Python. Может, мы не правы? Есть же куча других таких языков, на которых тоже можно скрипты писать. Там R есть, сейчас там Julia развивается. Вот почему Python? У вас есть какие-то убеждения здесь? Ну, мне кажется, Python является стандартом в индустрии. То есть... Ну, есть же там C++, там какой-нибудь, да, там сейчас Go, Go. Python проще, скажем честно. То есть порог входа по сравнению с C++ сильно ниже. То есть студент может уже буквально на втором-третьем занятии написать простой алгоритм, использовать циклы и условия, и уже увидеть результат. Для C++, мне кажется, там пока ты подключишь все нужные модули, со специфическим синтаксисом реализуешь, уже отпадет желание его изучать для гуманитария. А вот по поводу R это хорошее замечание, потому что, например, на факультете психологии там адепты языка R, и они не хотят переходить на Python. И вот мы стараемся подстраиваться под такие образовательные программы, мы слышим их запросы и, например, оставляем анализ данных на R, и как раз-таки они адаптируются к сдаче независимых экзаменов. А типа, ну, R у них, это просто исторически так сложилось, или там удобнее инструменты? Вот ты понимаешь, в чем причина? Вот и то, и другое. То есть изначально они реализовывали работу на R, и также все статистические пакеты, они также там у них удобно реализованы. Угу, угу. Но в целом на Python это тоже можно делать. Илья, ты же вел у социологов, а вроде они тоже R любят, или там как-то это не выстреливало. Не, ну там были некоторые основы программированные, сказать, такие просто чисто логические, вот. А то, что касается Python, ну, это, что называется, некоторые веяния, как бы веяния времени, там, индустрия. Да, действительно сейчас, ну, то есть с одной стороны некоторое удобство языка, с другой стороны, ну, обилие библиотек, который, ну, прямо, вот, что называется, из коробки, вот, можно использовать. Конечно, скажем так, еще, ну, вот, тут ведь вопрос вот какой, то есть, там, какое будет дальше, вот, у человека, который сейчас, допустим, начинает изучать Python, какие будут дальше вообще китры, 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 китры. То есть, скажем так, да, Python закладывает, ну, благодаря Python, скажем так, можно сформировать некоторые такие базисные вещи алгоритмического мышления в целом, вот, и потом, конечно, можно развиваться и дальше, да, и, допустим, там, изучать C, но тогда будет некоторая, значит, такая, ну, в общем, некоторая боль, как мне кажется, когда, хотя, конечно, боль будет в другую сторону, если C переходить на четвертый, вот, и то, и то, вот, но, по крайней мере, там, какие-то вещи, там, с строгой типизацией, с объемом кода, который приходит, для того, чтобы сделать то же самое, вот, кажется, типа, ну, зачем так сложно, ну, тут же на педоне был, ты там, три строчки, но потом, может, если на педоне, ну, там, у тебя три строчки, а работает час, а вот на C, там, то же самое за три секунды, равно, как и наоборот, переходя с, значит, с C, на педоне, кстати, как я, допустим, на самом деле, в свое время, у меня такая была траектория, я тоже думал, подождите, ну, как-то, подождите, ну, как тут, там, переменную, там, значит, строго объявить, а где тут вообще все, да, и так, кстати, три строчки запустили, а где exe-файл, как, да, это что там, интерпретаторы, готово, ну, в общем, вот, для того, что, на самом деле, знаешь, так, как бы, ну, вот, ну, не угадаешь, то есть, надо с чего-то любого случая начать, если потом, это какие-то, это полезно, в любом случае, то, не важно, C, то, либо, что-то, что-то другое, вот, а если потом этим, как бы, серьезно заниматься, ну, да, это, как бы, там, будет, там, освоение, там, действительно, разных языков, именно, там, иностранных, вот, совершенно не похожих, на одном умеешь говорить, молодец, на другом умеешь говорить, ну, вообще супер. Напоминает, что в школе на информатике мы вообще с блок-схем начинали, вот, долго рисовали, там, блок-схемы, да, на них программировали, а потом уже языки какие-то, тоже, наверное, вариант. А вот, возвращаясь к теме с вузами, вот, сейчас вышка довольно много делает таких совместных программ, там, например, с Тюменским государственным университетом, еще там с многими другими. Вот, Илья, вот, ты, как человек, который общается с преподавателями из других вузов, а вот это, правда, имеет какую-то пользу, вот, такие совместные программы, вот, что это дает студентам, на твой взгляд? Ну, тут, действительно, как бы сказать, там, бенефициаров-то много в таких историях, то есть, если говорить про студентов, которые учатся в каком-то региональном вузе, то, вот, возможность обучения на совместной программе, конечно, очень обогащает возможности студента. Ну, то есть, как, ну, так, к сожалению, бывает, что вот образовательные программы не особо обновляются, преподаватели, там, более-менее, там, устроят круз так же, как строили, там, 10 или даже 20 лет назад. Ну, а, типа, ну, что меняют? Ну, пришли студентам, я тоже сам рассказал, ну, Жай же рассказал, о чем проблема-то, кто? Проблема-то где? Вот, но проблема в том, что, действительно, даже какие-то устоявшиеся курсы, там, типа, не знаю, мотанализа, да, какие-то вещи, которые, у нас что-то, он, абсолютно, такой же был, как сейчас, все равно нужно обновлять. А какой стимул для этого, да? Вот стимул, например, то, что мы, ну, там, в норме администрации добавляем в существующую программу новой дисциплины, и как-то преподаватели должны на это оборачиваться. На самом деле, то, что, действительно, проходят какие-то, как бы, модернизации. Вот, там, пришла, значит, вышка со своими новыми программами, там, чуть ли там не каждый год что-то меняют, даже в течение года там что-нибудь поменяют, а я тут 20 лет ничего не меняю, так это правильно или неправильно вообще? Вот, с одной стороны, с другой стороны, мы же не просто свои программы, свои дисциплины у них как-то реализуем, мы, действительно, передаем материалы и учим преподавателей, как с этими материалами работать. Ну, вот, собственно, то, о чем я уже говорил, примерно. Вся та же самая история. И, конечно, для преподавателей это полезно, потому что, ну, вот это некоторый для них такой, ну, как сказать, условно подарок, то есть ты вдруг получил что-то новое, благодаря чему тебе проще действительно вести свои занятия. Вот, так что тут, действительно, я считаю, что это и студенты выигрыши, и преподаватели выигрыши. Ну, на самом деле, и для выигрыши тоже это важно, потому что мы вот устанавливаем такие вот, ну, скажем так, новые контакты, на самом деле тоже как-то можем на себя со стороны посмотреть. То есть, да, с одной стороны, мы делаем некоторые предложения, в принципе, мы считаем, что у нас оно хорошее, что оно интересно, что оно такое там классное, все такое, но когда начинаешь вот такую делать совместную программу, вдруг видишь, что слушайте, ну да, вроде было классно, но что-то где-то вот не так. А давайте понимаем, почему не так. И получается, но дополнительная обратная связь, которая всегда полезна, которая всегда может быть использована для того, чтобы надо что-то починить. Вот мы обычно, когда такие курсы внедряем в другие вузы, там лекции, это наши онлайн-курсы записанные, да, семинары ведут местные преподаватели, да и мы онлайн-курсы используем и в наших, да, дисциплинах, на Дейта Калча. Вот, да, сейчас довольно много идет там и негатива, и позитива про это, да, что или онлайн-курсы фигня, только очное обучение должно быть, да, или это нормально. Вот как по вашему опыту, вот, вообще, заходят дисциплины, где используется онлайн-курс? Ну, сейчас, мне кажется, уже пришли к тому, что гибридный формат, он является наиболее приоритетным, то есть, когда мы можем часть видеоматериалов предоставить студентам посмотреть в онлайне, и это экономит их время, в плане, что они могут всегда еще пересмотреть какой-то момент, который им непонятен, но также обязательны очные взаимодействия, когда студент может прийти на семинар и задать свой вопрос в моменте преподавателю. И как раз вот в таком симбиозе, когда у нас сочетаются и материалы в онлайне, и в очном формате, как раз наибольше получаются успехи у студентов. А почему больше? Больше по сравнению с чем? С полностью очным даже? Серьезно, а почему так? Ну, мне кажется, студент, он, в принципе, хочет максимизировать свои результаты и минимизировать усилия для прохождения курса. Я думал, это если коэффициент минимизации усилий, он будет больше. Да, вот если лекция стоит первой парой очно, то студент, скорее всего, из общежития Заденцова сложно ему доехать, а посмотреть видео на Ютубе как раз отлично. Ага. Ну, типа, понятно, время оптимизируется. Но вот, казалось бы, да, ну вот ты там приходишь на живую лекцию, там суперзвезда приходит, лектор там рассказывает, вопрос задать можешь, подойти потом. Это же теряется. Ой, слушай, ну что ты сказки рассказываешь? Ты понимаешь, есть там два-три бота, на которые с первой пары действительно достают лектора, а там 98% они, значит, ну, еле-еле что-то там записывают или просто, значит, уткнувшись в телефон. Нет, на самом деле то, что можно посмотреть лекцию на Ютубе, это классно, да. Особенно классно, что можно посмотреть там ускоренный этой самой, да, то есть там как-то говорится, что у каждого препода есть коэффициент скорости, на который его можно ускорить и еще понимать, да. Да, вот как бы главная цель, чтобы он был ниже единицы, да, вот тогда ты молодец. Ну это да, но это уже слишком, это уже слишком. Вот, а возможность как бы еще раз посмотреть, там пятна мота, действительно как-то спланировать свое время, это классно. Вот, но, безусловно, вот семинарские занятия должны быть все-таки, все-таки очны. Здесь важен контакт и эти вот, ну, черные окошечки в зуме, ну все, мы уже с ними, что-то все уже тут намучились, и, наверное, к этому возвращаться, ну, ни в коей мере не стоит. Вот, а то, что, а то, что лектор звезда, ну, слушай, он звезда, в любом случае звезда, то есть ты его посмотрел, запись, ну, это же твой лектор, ты же можешь потом его все равно, если хочешь где-то встретить, то ты сможешь с ним поговорить. Вот, так что, нет, то есть такая вот гибридная история, по крайней мере, факт того, что мы записываем лекции, факт того, что мы потом их публикуем, вот это важно. Ну, нет, то есть те, кто хотят прийти, пусть приходят, молодцы, сидят на первых парках, учат лекторов, молодцы, ребята, но надо предлагать усилия, чтобы весь контент оставался, и потом можно было посмотреть, особенно там перед экзаменами, особенно это важно. Ну, да, это правда, я вот в этом году лекции свои читаю, как бы, в аудитории, но при этом я их и транслирую, и записываю, и действительно, во-первых, там, ну, там поток большой, человек 300, из них где-то человек 120 ходят на лекции, 60 в аудитории, 60, вот, подключаются онлайн, остальные смотрят, причем реально смотрят, у меня довольно много примеров студентов, которых я не видел вообще нигде там на занятиях, ни онлайн, ни очно, но они там потрясающе учатся, хорошо все сдают, там какие-то умные вопросы задают, потом ассистентами идут, то есть, да, они говорят, для них комфортнее, да, причем там есть совсем машины какие-то, которые говорят, я там включил вашу лекцию на 2Х, параллельно там программирую что-то по домашке, и вот вообще, типа, суперпродуктивно время провожу, я не понимаю, как это возможно. Ну, на YouTube есть такие, это самое, прям называются там лекции для засыпания, засыплю-ка я в этом машине на обучении один. Ну, тут наоборот хотелось бы присниться, чтобы это бодрило, ну да, да, да. А вот опять же, Макс, ты довольно много ведешь такое, а приходится обновлять онлайн-курсы? Или вот мы записали, и там идет? Нет, естественно, мы обновляем периодически по обратной связи, это когда нам нужно, например, добавить новую тему, которой раньше не было, вот, например, дисперсионный анализ потребовался для психологов, мы с тобой обсуждали недавно. Также мы видим, например, что где-то могут быть небольшие опечатки, и мы их тоже исправляем в конспектах, лекциях, то есть это живой организм, он постоянно обновляется. Более того, постоянно запрос появляется на новые онлайн-курсы, да, чтобы расширять, дополнять уже имеющиеся. Вот, то есть такое. Ну, ты скажешь еще, почему важно записывать? Важно еще потом на себя со стороны посмотреть. Ой, это я очень не люблю, я вообще... Нет, ну, а что делать? Ну, извини, ну надо. Ну, как бы вот, то есть, первый раз, я помню, когда-нибудь был опыт, и это я так преподаю? Не, ну серьезно? Окей. Ну ладно, ладно. Начинаем все заново. Так что, на самом деле, это очень важная вещь, просто такое чисто вот именно развитие преподавания, себя как преподавателя, посмотреть на себя со стороны. Вот, и когда особенно, вот опять же, ну, у меня там бонус-курсов, которые я там, ну, то есть, со всеми этими историями, я там уже, там, два года записываю, я вижу, вот, что я вот, ту же самую тему, как вот сейчас, как я хочу видеть эти изменения, ну, ладно, теперь хоть не стыдно, так, как было в первый раз. Окей. Ну, и под конец давайте, может, немного визионерства. Вот, мы уже обсудили, да, что там, да, цифровой грамотности всех надо учить, там, как гуглить, как пользоваться программами, программированию, да, понятно, зачем анализ данных, да, везде возникает, но это, как бы, мы уже вроде научились, да, понятно, многое можно улучшить, но ок, это умеем, а вот что дальше, да, наверняка, что-то возникнет скоро еще, чему всех нужно учить вообще, всех там, бакалавров, магистров, вот у вас есть идеи, может быть, самые смелые, вот что это будет следующее? В смысле, не из Data Science? Ну, да, да. Знаешь, кто-то умный, не помню кто, ну, где-то была эта фраза, в общем, на нее понравилась, было так, что, вот, 20 век, был век компьютерных технологий, а 21 век будет веком биотехнологий, вот, возможно, что-то, вот, ну, я не знаю, то есть я там совсем в биологии, да, ничего не понимаю, но вот, наверное, что-то про, как бы, вот такие вот, там, ну, науки о человеке, как бы, то, что связано, вот, ну, там, с нами вообще, как какой-то, там, вот, такой, ну, как, вообще, вот, такое бережное отношение к самому себе, в конце концов, да, как бережно относиться, вот, там, ну, бережно, в таком расширенном смысле, да, там, к другим людям. Вероятно, вот это, как раз будут важные, там, скиллы на 21 век. Мне один знакомый говорил, что, вот, значит, компьютерной науке, вот, у них случился взрыв такой, когда, вот, реально, ты такой гик сидишь, да, интересуешься, ты можешь купить себе комп домой и, там, начать паять, что-то в нем раскручивать, там, что-то там поставить, там, какой-нибудь, не знаю, компилятор, программировать что-то, и вот, реально, тогда вот стало развиваться. По сути же, там, многие современные технологии придумали такие гики, которые в гараже у себя что-то крутили и вот наизобретали, да, и вот он сказал, что сейчас реально начинается время, когда, вот, ты можешь что-то похожее делать в плане своего здоровья. Типа, во-первых, стали широко доступны статьи всякие про доказательную медицину, да, где ты можешь, там, почитать, что, вот, типа, если ты витамин D, там, пьешь, что у тебя, там, вот это будет. Доступна куча таких абсолютно безопасных, там, биодобавок, можно биохакингом заниматься, да, куча девайсов, когда ты можешь замерить что-то про себя и, там, смотреть за динамикой в зависимости от того, как и спортом занимаешься. Так что, может, реально, да, может, реально в эту сторону пойдет. Ну, еще вот, кстати, добавлю, вот, тоже обсуждал, там, с парой знакомых этот вопрос. Они говорили, что, возможно, следующий этап, ну, такой не совсем уж визионерский, но близкий к компьютерным наукам, это, как там, Human Computer Interaction, кажется, называется, да, вот это, то есть какие-то новые способы, как человеку взаимодействовать с компьютером, там, там, VR какой-нибудь, да, ну, тоже сомнительно, будет ли будущее какое-то у этого, но вот, может, в эту сторону. Так, а еще какие-нибудь идеи? Вот я бы хотел чуть более приземленные, наверное, примеры обсудить. Ну, на самом деле сейчас вот навыки, связанные с ментальным здоровьем, становятся все более важными ввиду различных сложностей и нагрузок у студентов, то есть зачастую какие-то базовые вещи студентам было бы здорово услышать, связанные с как правильно планировать свои рабочие задачи, что, в принципе, это ок, что если ты не успеваешь и не сильно стрессовать по этому поводу, то есть какие-то базовые навыки, связанные с саморефлексией, с здоровьем, было бы тоже полезно, мне кажется, вводить для студентов. Запрос большой на это, кстати, да, это правда. Но как-то вот мы про какие-то софт-скиллы скорее говорим, да, а вот, может, что-то хардовое такое вы видите, чего мы не учим, а надо. Ну, вот в ближайшее время покажет, да, когда у нас начнутся разные роботы, беспилотники ходить, и надо уже рассказывать про этику, как с этим существовать, что искусственный интеллект уже все с нами, и нам надо понимать, какие вызовы и какие сложности происходят с ним. Мне нравится эту тему, вот, опять же, ну, это вот не там про, наверное, там, human-компьютер, да, там, взаимодействие, а вот именно human с human, но через компьютер. Ну, вот условно, это тоже, например, вот люблю своим студентам приводить. Вот насколько на самом деле вы, дорогие студенты, вообще люди, уже пронизаны внутри себя цифровым кодом? Вы чувствуете, что внутри вас есть код? Нет, не чувствуете? Ну-ка, откройте свой, там, ВКонтакте или, значит, какую-то соцсеть, что вот тут у вас есть, под вашей фоткой поставили лайк, вам приятно этот лайк? Так, секундочку, вам стало приятно от лайка? Лайк – это просто где-то там, на каком-то сервере, в каком-то коде один битик поменялся, с нолика на единичку. Вам приятно от того, что где-то поменялся битик. Этот, значит, вот этот, как бы, весь код, которым что-то поменялось, это уже часть вас. Вот. Или, там, допустим, не знаю, мы заходим на, там, в соцсети какого-нибудь нашего знакомого, мы с ним можем уже много лет не общаться, но мы прекрасно знаем все, что у него есть. То есть, вот ты через, как бы, свой этот, как бы, аккаунт увидел его аккаунт, ваш аккаунт и как-то пообщались, и все, и, как бы, вот все общение, на самом деле, уже состоялось. И, действительно, это, ну, вот такой, как бы, новый цифровой мир, и нужно вот какой-то, ну, окей, это снова там софт скиллс, но какого-то выживания, в конце концов, в этом мире, какой-то адаптации, в общем. Как осознанно получать удовольствие от битиков каких-то. Да, да, ну, это уже происходит. Вот. Удовольствие от битиков, а где-то там случайно вдруг что-то сломается, и все лайки слетят. Ну, это же вообще трагедия. Что, ну, вот просто там массив битиков слетел. И это вот, ну, просто, это же ужас. Да, согласен. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Вот, ну, вроде бы, мы никак не опровергли тезис, что нужно всем изучать, там, компьютерные науки, да, что нужно это потрогать обязательно, что преподаватели нужны, причем, как, вот, как бы, айтишники, так и из предметной области. Ну, пожелаем нашим слушателям удачи в том, чтобы это все осваивать, и ждите наших следующих выпусков. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok